так ребята мы выскочили едем пока мисс еще видите темно еще 3 мать охота сейчас посветлеет активно работать выгрузки трактора и тут уже пахать полячу что-то делать короче это мы нас где-то тут выгрузка недалеко вот она эта фирма я не выгружает тут три бюро у них в разные ходил не сами толком не он нашел варшовой русскоговорящие германии это большой плюс очень большой где могут объяснить вот здесь вот сейчас будем выгружаться частот выгрузится началась а выгрузка очередная мы сейчас будем рохли как обычно и дать подгонка чего рохли вот раз классная короткая можно спокойно здесь маневры устраивать это шенкер запчасти пробираемся мы через поселение узенькое такое вот видите у них такие поселки узкие ну мне тут 40 километров так проехать такими узлами деревья надо обминать потому что вот эти деревья отбивают процепчик едем-едем где-то это лесопилку это найти никак не можем какими-то тут колхозы заехали я по главное главное иду главное чтоб тупика не было будет печаль печалью погоняют димки тихо тихо проходим проходим там проходим ладно едем об грязно вот эта фирма указатель указатель сюда друг дровишки будем грузить нюанс с нюансом бочечка такая остановились идем регистрироваться и запишем бортовой журнал где мы проект куда мы приехали постоянно так сразу делаю все получу бумажу такую сфотканную чего вот я бумажулю не надо и прочитать и где мне на этой стороне грузится в карта все идем к самоходу и так приготовили ремни ведь их надо перекидывать через башку вот так под дрова когда не он будет грузить вот эти пачки чтобы ты не лазил под верхом потом вы видите все вот сколько дров здесь сейчас мы будем грузить бревна эти но не такие чуть другие и вот так это выглядит с этой стороны столько ремешков и так выехали с лесопилочки этой у них уборка кукурузы полным ходом идет что сказа скачили в очередной какой-то поселением грузовиков не было запрещено я вот думаю что проект проскочим а нету растолкаем тут хаты и проскочим по малютку себе правильно что нам теряется немного идет по встречке хаты и хай себе идет не но ты понял догнал догнал а она ржет с меня ты че ржешь как был бать типа ты собляк обойти на что сказал сейчас будем вас обгонять блядь вот так вот полетели мы пока тут даже пробки ночь постоянные они просто не заканчиваются я его обгонял там под корочку вот ребята я стал прямо на дороге думаю что стать негде забыл об этом прямо на дороге не знаю вы стали эту до утра или нет вот заправка стоять нельзя короче кто будет такой доброе утром мы простояли здесь на дороге может заправки меня разбудили ночью пришлось протягивать мы еще едем впереди гамбург и так заехали мы в город гамбург смотрите уже судно то который ехал кто смотрит мои видео оно было загруженное до полностью они уже почти его разгрузили вот представьте сколько него выгружает уже он контейнер потянули они его выгружают уже две недели это капец сколько него еще будут грузить то судно просто жесть одно уже у они а то еще груженное стоит ну так вот тоже работают гамбург и кричит прощает едем контейнеров сколько дальше на выброс выгружаю одинокий замурай на поляны но нет покажи меня бог открыли пошел дождь вон и под дождем видеть сейчас будем дрова это выгружать так оно все было увязано и так выезжаем загрузки задом вот такой тут дурдом сейчас где-то будем искать где развернуться по мне не скучай не батюши дом край моя родина кричит прощай садили в 6 утра И на администрацию товар мы еще не готовы, 8, 40, 30 мм. Пока опять прошел второй раз, то же самое сказанное, что мы пить через час. Поехали, что мы пока не погружаем сотни стен, я на себя в этой безумной темноте. Погода у нас сегодня хорошая, но мы начинаем очень. Так, заезжаем мы на Дагрузку. Вот немец меня уже ждет, вот такая вот загрузка. Долго ждал, нервничай, потому что я пока не в машину не заживаю, пока тебя сюда. Сейчас где-то вот здесь будем грузить. Я достал, пока не буду сейчас распинтовываться, здесь снимать нельзя. Ну я типа взял телефон, короче, просто подержать в руках. Вот такую штуку мне вывозят сейчас, он видит. И будут такой станок сейчас грузить мне. Вот они меняют, поднимают его, меняют колесики. Под ним колесики сейчас проставляют. И вот дальше будут тянуть его. Потом будем разворачивать его здесь и в процеп кидать. Будем загружать машину эту. Мне в кузов. Вот, поднял. Поднял я уже почти на такую высоту, ребята. Она не смотрит, чтобы лапами ей идти не зацепиться. Сейчас будем завозить, сделаем, тягиваясь. Так, помаленькую завозят. Ага, он ему объясняет. Залез я в машину, сейчас буду сдавать чуть-чуть назад, чтобы он влез, а не лапы пока откручивают. Видите? Сейчас немножко сдадим, чтобы попереть под переднюю стенку. И будем ввязывать ремнями. Сдал чуть-чуть назад. Вон, вот он вот, штука. Так, все там нормально все. Все отлично. Итак, положил резинки. Приготовил. Выезжает карчик. Сейчас будем ремни увязывать. Ввязывать эту машину. Увязал я ремни. 5 тонн она весит. 3 ремня. Хватит. Поставил вон резинки. Подложил, видите. И ждем сейчас. Отвыехал оттуда. Вообще жду. Сейчас будем второй станок такой загрузить. Ожидаем. Вывозим второй станок. Вон они там подваживают. И сейчас второй будем грузить. Моя машина вот здесь стоит. Ожидаем. Идет вторая машина, загрузка второй машины. Вон инспектор тоже снимает. Что если вдруг что-то сломается? Вот так вот. Видишь, высоту смотрят. Загрузились мы. Выезжаем. Сейчас тут развернемся. Потому что у них там заезд, а с другой стороны выезд. И едем дальше. Нужно осторожно и внимательно вот в таких местах. Потому что перелом как раз был. Чтобы не доцепиться прицепом. Открываются брамки. Брамочки открываются. Они вон не открывают. И поехали. Да. Пока-пока. Помахал мне. Такой хороший немчий. Погнали. Справа никого. Слева тоже не сильно много. Поехали. Так, ребята. Мы уезжаем с этого города. С Гамбурга немножко. Вот так. Протягиваемся по городку. И будем ехать сейчас по трассе. Немного Гамбурга, одним словом. И едем. Итак. Проезжаем какой-то мостик. Тут стройка вон идет. Въедем. Типа военного. Корабль. В море. И мы уезжаем. На автостраду пытаемся. Так. Выскочили. На магистральку и полетели. По масикам. Обгоняет меня Мерседес. С полупроцепом еще таким. Понял? Ну здесь с Гамбурга не ходят. Понял? Ну с таким необычным. Еще с маленьким колесом. Интересный такой. Устал я не в зоне. Встать рядом. В Германии. Я ехал в Угорье. Я трехал в зону. Пошли на этот. Просто не усталкнутся в путь. Утро. Разогреваем макарошки. Поставил чайничек. Вот здесь я ночью встал вчера. И сейчас мы будем выдвигаться. Это промзона какая-то. Я залетел даже не знаю где. Шепотом. Уже не было времени. И вставать в Германии. Как обычно на паркингах. Всем хорошего дня. Полетели. Среда. Это последнее время какая-то с Германией. Я только выехал на мои страны. И уже стоять. Пробка. На восемь вечеров. Такого не должно быть. И на четверг. Вряд ли будет. Все. Проходим в рамочку. И идем дальше на Италию. Доброе утро. Сегодня погода у нас хорошая. Проспали мы вот так на дороге. Переди меня еще три машины было. Учера дурдом творился такой здесь. Что дай бог. Только пробки на пробку. Все. Сейчас выдуваем серебро. Там уже смотри солнце встало. Здесь еще не сильно. Сейчас скоро доеду до него. Увижу это. Солнечность будет глазки мне бить. Димка будет ехать недовольный. Спать охота конец недели. Я уже просто начал уставать. Не знаю чего. И хочется отдыха. А мне еще в субботу работать. И гора вам. Видите какая. Как-то так. И так заехали под косочек там. Все. Вон он меня ждет. Моими документами еще где-то здесь будем выгружаться. Уставил я под выгрузку. Видите как там у меня выгрузка. Можно даже было бы пойти в басик. Еще бы попрыгнуть. Попрыгнуть с этого. Нормальный видок такой. Там у них еще мая. И вот здесь вот меня будут сейчас выгружать. Вот в этом мусорке. Видите там. Тут мусорка. А тут у людей вот такой вот видосик. Бассейн. Красивый. А тут опять архимусор. Ну приятно хоть такое видосик. Выезжаем по маленькому с этой фирмы. И едем на загрузку. Так это Италия, детка. Нам нашим хвостом сейчас не цепанут. Тут надо обережно выехать. Мы же упираемся в заборчик. Вам видите уже забор половину обвалили от удара. И вот он короткий. А у меня хвост 14 метров. О, далматинец еще такой. Так. Поехали. Приехал на загрузку. Так зазгоняют на фирмишу. Устал уже. Будут грузить итальяшки. Еще дебильные, блин. Ну что ты сделаешь? Будут так вот. Маску забыл. Не впускали. А сейчас гринпасс. Вон пошел, взял гринпасс. Вон есть чувака. Вон не запускают водителя. А вон машина моя там стоит. Загрин взял гринпасс. Сейчас буду проверять. Он проверяет гринпасс у меня. И дальше. Окей? Маска? Типа нету. Нету гринпасса. И так. Встал под рампу. Загружаюсь. Что он там считает? Что-то. Вот такой вот завод. По бумагам. Видите сколько тут бумаги. Как-то там загружаемся. И сейчас выезжаем на Францию. Так. Догружаю. Сейчас буду выезжать. Дальше. 33 палеты у меня. Посчитал я палеты. Вставил вон бумагу. Чтоб не терлись палеты об этом. Потому что тоже можешь заплатить. Я платил из-за такое. Когда балку вот в эту. Трется палеты. И вы приезжаете. Вас не принимают два палеты. Их последние. И ты платишь за них. Или не хватает палетов. Тоже платит водитель. Так что я вставил. Чтоб все было. Учкиваем. Все. Выезжаем на паркинг. Братва. Итак. Я встал короче. Прямо здесь на фирме. Время уже заканчивается. Загрузился. Сейчас. Пропечатываю. Документы. И утром в 4 утра буду выскакивать. Спокойной ночи всем. Итак. Доброе утро ребята. Мы уже раздуплились. Пора нам выдвигаться. Скорее стояли. Теперь едем. Пробираемся тут через городочек. Такой вот. Небольшой. Поехали. Едем. Едем. Пока мы вышли с туннеля. И уходим в горы. И в горы. И в горы. И там. Посмотрите. Как люди живут в горах. На самих этом. И меня фура обгоняет. Поехали. Заехал я первый раз. Не знаю где здесь брать квитанцию. Но так по знакам. Я понял что вот здесь брать квитанцию на этот туннель. Вот оно указано. Где-то здесь. Сейчас где-то пристану. Пойду спрашивать. Потому что я первый раз. Я не могу понять просто что к чему. Стал здесь на паркинге. Где берется тикет. Чтобы проехать туннель Монт-Бланск. Я иду на Францию. И у меня закончилось время. Я стал здесь уже. Буду здесь крутить в горах эту паузу. Вот как-то так. Всем хорошего выходного.